Северный город 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 Вопросы, обсуждаемых в рамках прямой линии, большое количество. Полную версию общения губернатора с жителями Приангарья вы можете посмотреть в интернете. Ну а мне хочется обратиться к тем жителям Иркутской области, кто обратился на нашу прямую линию. Было очень много звонков, как на горячую линию, так и на электронную почту. Сейчас вайбер, ватсап. Мы постараемся все вопросы передать правительству Иркутской области. Еще раз повторю, у нас в зале сидят министры. На какие-то вопросы жители уже получили свои ответы. И я надеюсь, что ни один вопрос не останется без ответа. Это так, Сергей Георгиевич? Конечно. Ну и будем надеяться, что подобные прямые линии станут регулярными. Алена Феоктистова для информационной программы «Северный город». Днем 24 сентября в Золоринском районе на трассе Р-225 произошло лобовое столкновение автомобиля и рейсового автобуса. Как сообщает прислужба МВД России по Иркутской области, автобус следовал из Братска в Иркутск. В салоне было 50 пассажиров. По предварительным сведениям, управлявший автомобилем Ниссан Сани водитель не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении междугородним автобусом МАН. После произошедшего легковушка также столкнулась попутной иномаркой – Марк-2. В результате случившегося водитель Ниссана скончался на месте. Автобус съехал в кювет и повалился на бок. По предварительной информации Минздрава Иркутской области, в результате ДТП, кроме погибшего водителя, пострадало еще 9 человек. Обстоятельства происшествия выясняются. В сентябре 2016 года Братский драматический театр впервые побывал в нашем городе на гастролях. Театральные постановки соседей понравились и запомнились местные публики. Этот сезон врача не вновь решили открыть на устилимской сцене. Какой репертуар они привезли на этот раз, расскажет наш корреспондент. Театральное сотрудничество Братской и Устилимска продолжается. С 23 по 25 сентября во Дворце культуры имени Наймушина проходили гастроли труппы Братского драматического театра. Семь спектаклей были представлены для нашего зрителя. Для детей – интерактивные, смешные, веселые. Кукаряку, сказочный боевик и три поросенка. Для взрослых – разножанровые постановки, лирическая комедия, исповедь начинающего по ранним рассказам Александра Вампилова, комедия о положении Рея Куни «Папа в паутине». И мы стараемся привозить в Устилимск очень качественные работы. Очень качественные работы и на любой вкус. Мы привезли детские спектакли на совсем маленьких и на молодежь. Мы привезли серьезный спектакль, поставленный Устилимским, кстати, режиссером. Режиссером Устилимского театра «Поздняя любовь». Вчера был показ. Мы привезли легкую комедию «Папа в паутине» для того, чтобы люди смогли просто отдохнуть. И мы привезли нашу советскую классику Александра Вампилова по ранним рассказам. Спектакль о творчестве, который будет интересен молодым школьникам и даже студентам, которые хотят или, может быть, где-то греют в душе надежду связать свою жизнь с творчеством. Режиссер Устилимского театра драмы и комедии Евгений Пиндюрин поставил «Позднюю любовь» по пьесе Александра Островского. Профессиональные актеры завораживали публику мастерством. Зрители полностью погружались в тему и проживали жизнь героев. Долгими настойчивыми овациями зрители провожали актеров со сцены. Юные горожане были в восторге от детских спектаклей, и взрослые получили удовольствие от глубоких жизненных постановок. Впечатленные гости поделились эмоциями. Мне очень понравился спектакль, мне понравилась игра актеров и сам сюжет. Все очень запутанно, интересно, очень динамично. Нужно вдумываться, что они говорят, следить за событиями и за сюжетом. Это маленько тяжело воспринимается, но очень интересно и увлекательно. Для меня это было первое знакомство с творчеством этого коллектива. И я не пожалел, что сегодня этот вечер я провел в этом зале. Был зрителем этой интересной комедии. И видно, что актеры очень любят свою работу и отдаются полностью. Поэтому с наилучшими впечатлениями и пожеланиями актерам Драматического Братского театра. Спасибо большое. Юмористические миниатюры, любовные сцены, яркие исполнители и красочные декорации передавали заданную атмосферу спектаклей. Под занавес труппе кричали «Браво!». Для устилимцев эта встреча оставит след в памяти надолго. А многие с нетерпением уже ждут новую. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». Праздные тематические праздники для малышей и взрослых проходят в городской картинной галерее. Так, в минувшую субботу в рамках проекта «Устилимский Арбат» там собиралась лесная братва. Эта встреча приурочена к общероссийской экологической акции «Зеленая Россия». Что подготовили работники культуры для юных горожан, смотрите далее. Детский праздник, подготовленный работниками картинной галереи, нес познавательный характер. В этот раз юные горожане отправились в импровизированный поход, где проверили, знают ли они, как вести себя в лесу. Ребята участвовали в викторинах, танцевальном конкурсе, ставили поучительные опыты. Сегодня в картинной галереи проходит праздник под названием «Лесная братва». Этот праздник приурочен к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». «Мы тут все сегодня лесники. Цель – привлечь детей к экологии. Вот мы видим, что здесь у нас на полу разбрасаны бумажки, шишки. Сегодня мы это будем все собирать с детьми и доказывать то, что нельзя мусорить в лесу. Что если мы пришли в лес, то мы ведем себя очень хорошо и культурно». Самым интересным стал мастер-класс по созданию эко-кормушки, где приняли участие абсолютно все. Мероприятие направлено на сохранение экологии и чистоты в природе. С большим успехом «Лесная братва» справлялась со всеми заданиями. На Арбате были представлены тематические поделки и игрушки, сделанные мастерами собственноручно. Сюрпризом стало выступление ансамбля «Воскресенье» с песней «Белые птицы». Отворите, ухо, отворите, Придуйте в сердце своим пустите, Это ищет нас под солнцем веки гостей, Наша радость, наша гижность, Наши шествы. Взрослые устилимцы выразили большую благодарность сотрудникам картинной галереи за праздник. Ведь в игровой форме их дети узнали много нового и полезного. Полученные знания обязательно пригодятся им во взрослой жизни. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Профилактический рейд с озвученным названием «Трактор» провел гостехнадзор по Устилимскому району. Проверена техника предприятий, завод дорожно-строительных материалов, базис и недра. Исследованы регистрационные документы и наличие удостоверений трактористов соответствующих категорий на право управления. Выдано предписание по устранению нарушений. Подобные мероприятия проводятся ежегодно и позволяют выявить нарушения, связанные с эксплуатацией техники, и обнаружить транспорт, занятый в незаконных рубках леса. В рейдах принимают участие сотрудники гостехнадзора, ГИБДД, автотранспортного и дорожного надзора, лесничеств, природоохрана, государственные инспекции труда и специалисты профильных отделов администрации района. Молодежь из Устилимского района второй год подряд принимает активное участие во всероссийской акции «Беги за мной». Организатором выступает железнодорожное муниципальное образование. Основной целью мероприятия является вовлечение молодых граждан Российской Федерации в практику здорового образа жизни. 23 сентября на территории школы номер 2 поселка Коробчанка дети с 1 по 11 класс выбирали себе занятия по душе. С общей физической разминки начался этот спортивный праздник. Ученики районных школ собрались для участия в акции «Беги за мной», чтобы попробовать себя в различных видах спорта и определиться с выбором. Мы подготовили несколько площадок, на которых вы сможете посетить мастер-классы и открыть для себя новые спортивные горизонты. Вы сможете узнать абсолютно все о формировании правильных пищевых привычек. Кроме того, вы сможете попробовать свои силы в таких видах спорта, как якутская борьба и спортивный туризм. А еще вас ждет экстремальное, показательное выступление спортивного центра «Кратов». Несмотря на холодную погоду, молодежи собралось предостаточно. После общего построения ребят разбили на группы, и каждый отправился на свою площадку. Тренеры спортивного центра «Кратов» провели мастер-классы для девочек по фитнесу с кардио-тренировкой. Для парней-старшеклассников прошли соревнования по якутской борьбе, и это оказалось очень увлекательным зрелищем. Раз, два, три. Подержите их. И очень тяжело. Спортсмены горного клуба «Бурхан» проверяли способности школьников в лазании по горам. По окончании каждого занятия представители секции отбирали лучших участников и вручали им подарки, сертификаты на бесплатное посещение их клубов. Желающие могли также записаться на тренировки и узнать всю необходимую информацию. Это акция о здоровом образе жизни. Здесь мы предлагаем и детям, и подросткам, и молодежи альтернативу вредным привычкам. Показываем, какие виды спорта сегодня есть у нас в городе Устилимске. Как можно организовать свой досуг с пользой для здоровья. Галина Лежанина сообщила, что данная акция проходит в районе уже второй раз. И результаты прошлогодней порадовали всех. В прошлом году это был клуб «Питбуль» у нас. И надо сказать, что после этого мероприятия в прошлом году очень многие ребята записались на секцию смешанных единоборств. Мы надеемся, что в этом году нас будет не менее, чем в прошлом году. И мероприятие пройдет так же масштабно. И большинство ребят займутся каким-то видом спорта. Итоги массового спортивного мероприятия и вправду стали впечатляющими. Многие определились с выбором своего хобби. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Городской турнир по шахматам, посвященный памяти Владимира Загибалова, завершился в минувшие выходные. О ходе соревнований наш следующий материал. В том, что шахматы – это спорт для интеллектуалов, нет сомнения. В этом наша съемочная группа убедилась лично, побывав на открытом городском турнире памяти Владимира Загибалова. 21-й раз шахматная федерация города совместной с семьей Владимира Глебовича и Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Устилинска собрала шахматистов северных районов Иркутской области. Мы открываем шахматный сезон именно проведением этого турнира. Шахматный сезон мы нынче открыли, получается, в 2017-2018 год. В возрастной категории играет очень много пенсионеров. Лысов у нас Николай Иванович, ему уже исполнилось 85 лет. 70 лет, более 70 лет. Бахтурину Константину, кандидат в мастера спорта. Из приезжих, а самому молодому Андрею Юдаков в этом турнире, ему 11-10 лет. Играет хорошо, по второму разряду уже выполнил. Турнир длился два дня. В этот раз участников насчитывалось 12 человек. Как уже было сказано, возрастная категория от 10 до 85 лет. Популярность шахматного спорта в нашем городе растет из года в год. Причем как у молодого, так и у старшего поколения. Я поддерживаю, конечно, это очень хорошее, так сказать, не занятие, скажем так, а формула к успеху, скажем так. Вот именно эти шахматные кружки, так сказать, при школах, да. По итогам соревнований победители турнира были награждены медалями, грамотами и призами. Турниры эти будут продолжаться, да. Хоть мы, так сказать, пожилые, пожилые, так сказать, потихоньку уходим, значит, вот, к сожалению, да, вот, но молодежь подхватывает, так сказать, это, так сказать, знамя, скажем так, назовем, вот, гордо нести, вот, и чтить в память, так сказать, Владимира Глебовича Загибалова. Владимир Глебович Загибалов внес большой вклад в развитие шахматного движения Устилимска. На общественных началах он работал директором городского шахматного клуба, был организатором и участником различных соревнований. А сегодня горожане отдают ему своеобразную дань памяти в виде турнира. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». На фестивале «Байкальская пресса-2017», который проходил в столице Приангария 21-22 сентября, были подведены итоги конкурса «Лучший журналист Иркутской области». Как сообщает Пресс-служба регионального правительства, звание «Журналист года» получила наша коллега Наталья Иванишина из информационного центра «ИЛИМ». Мы поздравляем Наталью с заслуженной победой и желаем ее дальнейшего творческого и профессионального роста. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Матвеева. Всего доброго. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин